Совет Федерации Совет Федерации Совет Федерации Совет Федерации Практически в два с половиной раза повысилось количество программ, которые непосредственно связаны с практикой. Это говорит о том, что, во-первых, молодой специалист, придя на предприятие, что называется, сразу сможет влиться в работу, но и, конечно, его компетенции уже будут способствовать тем требованиям, которые сегодня нужны на конкретных предприятиях, конкретных корпорациях. То есть простая, понятная задача – готовить кадры востребованной экономики – это, в общем-то, основная цель трансформации в целом. Но, конечно же, здесь нужна и связь с общим образованием, профориентация, вовлеченность регионов в эту повестку. Поэтому это целый комплекс факторов, которые служат этой одной понятной цели. Ну а как ваш комитет непосредственно участвует сейчас в совершенствовании системы высшего образования? На что, в первую очередь, обращают внимание сенаторы? Ну, прежде всего, как законодатели, хотела бы коснуться тем, которые касаются совершенствования правового поля. Вы знаете, что к этой работе мы приступили еще и задолго до того. Это и закон о том, который дает право сегодня научным организациям готовить кадры по направлению специалитет. Вы помните, мы в наших эфирах об этом рассказывали. За пример был взят успешный опыт Алмазовского центра. И действительно, этот пилот тогда был пилотом, доказал свою эффективность. Мы эти подходы распространили на всю страну. Вторая очень важная тема касается медицинского образования. И она на разных площадках обсуждалась. Конечно, все чаще и чаще продолжают с регионов звучать предложения, чтобы все-таки включилась система распределения, причем не только по медицинским, но и по педагогическим кадрам тоже. Но, как уже не раз говорил президент, просто взять и распределить человека против его воли мы не можем. Поэтому следующий этап – это целевое обучение, целевой набор. И здесь тоже были внесены существенные изменения в законодательство. Во-первых, в 2018 году серьезный шаг был сделан, когда трехсторонний договор, финансовая ответственность. И мы четко понимали, что если после окончания не идет работать молодой специалист, он и финансовую ответственность в том числе несет. Но и те изменения, которые вступили уже с этого года в законодательстве, когда мы, в общем-то, создали такую единую цифровую платформу, где работодатель загружает те потребности, которые ему нужны. Ребята видят, участвуют в конкурсе по целевому набору. Ну и вузы в этой работе также принимают участие. И мы видим, что качество абитуриентов, которые заявляются на целевые места, существенно повысилось, увеличилось их количество. Но, как я отметила, все-таки система еще нуждается в донастройке, прежде всего с точки зрения технической доработки, Минцифры, профильные ведомства, работодатели должны все это видеть. Но я думаю, что мы обязательно совместными усилиями, что называется, докрутим эту систему. Ну и нам удалось ознакомиться с решением Президиума Совета Законодателей в той его части, которая касается трансформации системы высшего образования. И законодатели рекомендуют правительству закрепить в качестве документа стратегического планирования прогноз потребностей экономики в кадрах. Как вообще эта мера позволит улучшить качество подготовки специалистов? Знаете, Александр, пожалуй, начну с того, что вот в обновленной стратегии научно-технологического развития нашей страны получила поддержку предложение Совета Федерации о том, чтобы в регионах с учетом региональной специфики, но и с пониманием федеральных задач были разработаны свои стратегии научно-технологического развития. И вот когда мы говорим о том, чтобы стратегия появилась именно на стратегическом уровне, решались вопросы подготовки кадров, то здесь важно, чтобы все стратегические вопросы, что называется, были завязаны в том числе с кадровой повесткой. Что нужно будет конкретному региону и стране? Какие для этого нужно создавать учебные, вернее, трансформировать те программы, которые имеют место быть сегодня? Ведь, согласитесь, когда мы говорим о технологическом суверенитете, открываются десятки, сотни новых предприятий. А значит, мы совершенно по-другому, новыми компетенциями должны наполнять наши программы. Это, знаете, такая система, которая должна быть синхронизирована с точки зрения рынка, с точки зрения возможностей учебных заведений, с точки зрения качественной подготовки, обучения, профориентации наших ребят уже со школьной скамьи. В этой связи хотела бы сказать, что если же говорим о трансформации, то сегодня основная борьба развернулась за человеческий потенциал. Поэтому ни нефть, ни газ, а именно наш интеллектуальный потенциал, который мы должны научиться выявлять, беречь, выявлять таланты, склонности ребят и помогать им выбирать те профессии, те направления, где они будут полезны в своей стране. Спасибо, Лилия Салаватовна. О трансформации системы высшего образования мы говорили с председателем Комитета Совета Федерации по науке, образовании и культуре Лилией Гумеровой. Комитета Совета Федерации